здравствуйте меня зовут куприя светлана я учитель биологии и сегодня мы с вами попробуем определить правила психического здоровья для начала давайте определимся что такое вообще здоровье что это многие скажут из вас что если у человека нет каких-то физических недостатков все органы на месте все органы работают то его можно считать здоровым на самом деле это не совсем так давайте запишем маленькую форму физическое здоровье и должно быть обязательно здоровье психическое давайте попробуем нарисовать здорового человечка у него есть голова у него есть туловище руки ноги он может двигаться и конечно это физическое здоровье но и для полноценного здоровья нам нужно здоровье психическое а теперь давайте определим те факторы которые негативно и положительно действует на наше психическое здоровье давайте здесь вот напишем нас будут положительный здесь отрицательный мы живем с вами в такое время когда очень много событий происходит и не всегда эти события приятные нам приходится решать массу проблем и конечно нас преследуют стрессы и волнения и тревоги стресс и волнения человек очень обеспокоен он тревожится как он будет выглядеть и тогда в подростковом возрасте ребята очень недовольны с собой давайте так и напишем недовольство с собой очень часто ребята обижаются что их неправильно понимают или не понимают вовсе они очень раздражительные они вступают часто в конфликты со всем окружающим миром так давайте напишем конфликты друзьями с друзьями с родителями но если говорить о взрослом человеке то и такое бывает что человек очень завидует кому-то и вот эта зависть она не дает ему спокойно спать я обязательно пишу это слово такой момент как отсутствие режима дня бессонница тоже очень плохо будет влиять на наше эмоциональное состояние нарушение решим огня давайте это пишем что неправильное питание когда на ходу человек просто съел несколько чипсов или даже пачку чипсов и считать что он покушал так и я хотел бы написать наверное обиды мы часто обижаемся там где не надо такой список можно перечислять и перечислять но я закончу еще одной фразой это негативные люди вот эти факторы разрушают наше психическое здоровье наш эмоциональный фон нашу гармонию и вследствие этого организм становится восприимчивым болезням ну и вы спросите а что же человеку делать вот куда девать все эти факторы конечно это очень большая серьезная работа над собой как избежать стрессов или может быть как-то по-другому относиться к этой ситуации как перестать постоянно обижаться на всех окружающих как быть не быть среди негативных людей и самим самому не быть этим негативом не генерировать ни обиды ни злость ни агрессию это все разрушает наш организм но теперь давайте перейдем к факторам которые наоборот укрепляют наше здоровье это конечно хорошее настроение хорошее настроение когда у нас хорошее настроение когда мы рядом с друзьями когда рядом нас вокруг нас окружают позитивные люди когда человек чем-то занят интересным у него есть хобби интересное дело он увлечен это огромный плюс для его психического здоровья давайте напишем интересное дело когда человек занимается спортом любым видом танцы плавание велосипедный спорт коньки и лыжи йога да все что угодно физическая активность когда человек питается правильно и в режиме есть завтрак обед ужин правильное питание когда человек соблюдает режим дня спит столько сколько нужно и активность свою вырабатывает в определенное время пишем режим дня когда человек слушает приятную музыку любуются красивыми видами природы путешествует общается тогда такой человек счастлив он полон позитива ему некогда болеть и сколько история знает случаев когда люди с физическими недостатками но обладающие силой воли силой духа своим позитивом позитивным настроем к себе и к остальным окружающим людям он здоровее чем человек у которого есть руки-ногие а люди у которых вроде бы все органы на месте но постоянные вот эти негативные вот эти ситуации фактор они просто съедают человека я хочу еще раз назвать те факторы которые вы должны будете использовать своей жизни которым вы будете стараться и так хорошее настроение что бы ни случилось какие бы ситуации не происходили не падайте духом не плачьте не обижайте все будет хорошо позитивный настрой интересное дело приятная музыка какое-то увлечение спортивные какие-то игры секции музыка танцы хорошие друзья все это будет для вас основой вашего психического и вашего полноценного здоровья и тогда вы проживете долгую и счастливую жизнь на этом я заканчиваю наш выпуск и жду вас на следующем до свидания